Всем привет, друзья! Сегодня 24 апреля 2012 года. Мы находимся в городе Уфа. Это первый, можно сказать, пилотный выпуск КС Баскет ТВ. И сегодня мы подводим итоги второго игрового дня суперфинала. Напротив меня, в этой импровизированной студии, в штабе КС Баскета, находится генеральный директор этого замечательного проекта, Алексей Владимирович Фролов. Добрый вечер! Добрый вечер! И у меня первый вопрос. Сегодня вы объехали все залы, видели игры. Расскажите, было ли что-то необычное, может быть, какие-то зарубы, нестандартные ситуации? Ну, сегодня действительно, по традиции, я объехал все залы, посмотрел игры. Ну, наверное, самая интересная игра с точки зрения зарубы, назовем так, это игра команды Владивостока и города Ворске. Сегодня мы пригласили двух капитанов, виновников этой битвы сюда, чтобы пообщаться здесь, в какой-то уже такой непринужденной обстановке, потому что на площадке не наобщались сегодня. Основное время плюс четыре дополнительных овертайма. Только в четвертом овертайме ребята из Владивостока смогли поставить точку. Наверное, это была самая зрелищная игра сегодня, хотя все игры, надо отметить, достаточно серьезная, разрыв небольшой, очень много по игре команды идут очко в очко, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, ну, это баскетбол, не забиваешься, сам забивает тебя. Да, мы еще не представили ребят. Итак, Константин Михайлов, номер восьмой, капитан команды школьного баскетбольного клуба «Шоот» в ГУЭС. Подними руку, скажи, это я. Отлично. И Александр Невенчин, номер одиннадцатый, капитан школьного баскетбольного клуба «Спартанцы». Это я. Отлично, ребят, вопрос к вам следующий. Сейчас мы определим, кто будет отвечать первый. Знали ли вы соперника до этой игры? И если да, то готовились ли каким-то определенным способом? И какую установку давал тренер? Костя, давай начнем с тебя. Ну, вообще, как бы, команду до этого мы этого не знали. То есть, это была такая темная лошадка, можно сказать, для нас. Но то, что на соревнованиях того года, как бы, не встречались еще всем, вот, и настрой был, то есть, побеждать. Вот именно эта команда нам нужно было побеждать, чтобы проходить по очкам на более высокое место. Саша? Ну, мы также не знали, в свою очередь, эту команду, потому что выступаем первый раз, не успели осмотреть все заявки. Установка была больше играть в свое удовольствие, особо не зацикливаться на самой игре. Ну и все, в общем. А вот очень интересно, ребят, какую установку дает тренер? Саш, вот, какими методами, скажем так, пользуется тренер для того, чтобы вы собрались физически, морально, психологически и одержали победу? Ну, наверное, своим словом, то есть, он дает какую-то мотивацию для, ну, на игру, чтобы выполнение какого-то результата, показателя. Скорее всего, вот так словами. Ну, также словами поддерживают. Ну, словами тоже можно говорить, на самом деле, по-разному. Можно кричать, можно говорить спокойно, но уверенно. Ну, кричит, по большей части, кричит, но в основном поддерживает, пытается установить микроклимат хорошей команды, что, в принципе, залог успеха. Надо отметить вообще, что тренерский состав из Лорского такие приятные ребята. Мне очень нравится наблюдать не только за игрой этой команды, но и за тренерским составом. Сегодня, когда закончился матч, закончилась игра, я обратил внимание, что тренер, такое ощущение, вспотел ничуть не меньше, чем, собственно, ребята. И когда он болеет, когда он объясняет, смотрит, как они защищаются, как проходит дальняя атака, там, он встает на колени, там, он ложится на пол, там, еще что-то, еще что-то. То есть, такой очень эмоциональный и очень оригинальный способ видеть, наверное, игру. Ну, судей сегодня оценили по-своему и дали команде технический фолк. Ну, мы еще вернемся к разговору о судействе. Саш, скажи, что теперь, за какое место будете играть в подгруппе и насколько эта игра была решающей? Ну, эта игра давала бы нам огромную передышку, потому что мы могли бы тогда не особо зацикливаться на следующей игре, но теперь мы завтра должны одерживать победу, чтобы выходить из группы, а там уже будем бороться. Отлично. Следующий вопрос, ребят, вот как в целом вы оцениваете уровень команд, не только своей подгруппы, да, но и других, если, конечно, видели? Нет, уровень команд, конечно, очень серьезный, то есть, все команды подготовлены и, ну, тоже, вот, вот, как бы за это время, которое был чемпионат России, вот эти вот три года, постоянно очень сильные команды были, то есть, уровень достаточно сильный. Да, уровень серьезный, потому что каждая команда готовилась абсолютно. Также мы многих встречали команды, которые уже видели до этого на своих зональных этапах. Ребят, вы играете уже не первый год в нашем чемпионате. Саша первый. Первый. Окей, тогда у меня вопрос, Костя. Насколько изменился состав команды, да, то есть, ну, у нас ведь играют только школьники, да, то есть, допустим, если человек в 11-м классе, да, грубо говоря, он выпустился, все, человека нет, да, человек пошел дальше. Институт и так далее, играют в другие команды. В процентном соотношении, насколько поменялся состав команды и как он поменялся качественно? То есть, конечно, именно в вашей команде. Они остались на второй год. Нет, вообще, вот наша команда участвует уже три года, в Костяске, именно, а я участвую только два. Я был заявлен, потому что на дюбл в 2009 году, и я играл в дюбл. Вот, сустав изменился, конечно, ушли пару игроков, которые были основниками. Вот, он изменился не очень сильно, который основная, как бы, ну, сила, не знаю, мощь команды, то есть, она осталась. Ну, где-то процентов, мне кажется, на 80, та команда, которая была той, осталась. Ну, то есть, можно констатировать тот факт, что команда по-прежнему в форме и качественно играет ничуть не хуже, чем в предыдущих годах. Ну, я думаю. Да-да. Хорошо. Алексей Владимирович, вопрос к вам. За кого болели сегодня и есть ли любимчики, может быть, в целом? Ну, безусловно, есть любимчики. Так, и кто же это? Если говорить про сегодняшний суперфинал, то 32 моих любимых школьных клуба сегодня приехали в Уфу и сегодня играют в замечательную игру в баскетбол вместе с кейсбаскетом. Выделять кого-то не хочу, потому что все для нас, не только для меня, я думаю, что для каждого, для любого, кто работает в кейсбаскете, все те ребята, которые с сентября месяца или с октября месяца, кто-то по-разному, кто-то раньше, кто-то позже начал этот сезон, все эти ребята и есть наши любимчики, потому что они играют в баскетбол, играют в баскетбол с кейсбаскетом. Если говорить, что за кого я болею, ну, я болею за все команды. Если говорить про сегодняшнюю игру, я думаю, что я перенервничал больше, чем оба тренера вместе взятых, потому что, ну, четыре овертайма, постоянно эти качели, то в одну сторону, то в другую. Я переживаю за всех, за них, по одной простой причине, не все наши, не кейсбаскетовские, поэтому... И все хороши по-своему. Ну, конечно. Хорошо, немножко уже затронули тему судейства, сейчас хотелось бы поподробнее. То есть, как вы оцениваете судейство и есть ли жалобы, может быть, от тренеров, что, может быть, судят как-то неправильно или еще что-то? Ну, я считаю, надо быть откровенным. За пять лет, которыми я занимаюсь кейсбаскетами, я не могу себя назвать все-таки профессиональным экспертом в области судейства. Но мне кажется, что судейство все-таки на уровне каких-то явных нарушений, каких-то явных подачек, их судейский корпус, который заявлен на сегодняшний суперфинал, никто не делает. То есть, нет любимчиков, нет задачи, там, сегодня должны выиграть белые, там, завтра должны быть красные. Впереди, конечно, такие задачи никто не ставит. Это принципиально наша позиция, и мы всегда их придерживались, и думаю, что всегда будем придерживаться этого. Безусловно, есть какие-то недочеты, судьи, это все равно достаточно понятный субъективный фактор. Где-то увидел, где-то не успел, там, не добежал, там, и так далее, и так далее. Ребята реагируют, тренеры реагируют, но, еще раз повторюсь, во всяком случае, если говорить с точки зрения баскетбольных правил, каких-то протестов, каких-то претензий официальных в наш адрес не поступало. И сегодня я объехал все залы, общался и с тренером, и с командами. И, опять же, скажу, что серьезных нарушений нет. Но если мы спросим у капитанов, конечно, не скажут, что тут, наверное, был фол, не свистнул. А давайте спросим. Тут, наверное, еще кто-то что-то. Давайте спросим. Я думаю, что в целом, объективно, обе команды сильные, и там, даже не скажу, что кто-то сильнее. Я думаю, что правильнее говорить о том, что сегодня кому-то повезло больше, кому-то меньше. Потому что и у Волжского были шансы поставить точку раньше, и у Шилода были возможности поставить точку раньше. Но вот эта череда баскетбольных нюансов, наверное, как бы вывела игру в четыре овертайма. Ребят, ну, вы-то что скажете по поводу судейства? То есть, вот насколько хорошо сегодня судьи справились со своей задачей, и правильно ли судили? Нет, судьи, конечно, мне очень нравится, что они очень объективно судят. То есть, нет какого-то отношения именно председателя в какой-то команде. Вот, и сегодня, да, вот очень неплохое судейство, на мой взгляд. То есть, и как бы по общению объясняют, какие ошибки были, если спросят, что они не очень нравятся. Судьи были достаточно хорошим уровнем, судили объективно в одну и в другую сторону, все абсолютно. Жалоб особо не было от команды, ни от игроков. Алексей Владимирович, следующий вопрос к вам. Нынче у нас пятый юбилейный сезон, мы существуем пять лет. Нет, скажите, хочу спросить про уровень команд. То есть, мы, скажем так, некоторых наблюдаем на протяжении нескольких лет, да, потому что, ну, большинство регионов у нас играет не первый год. Что вы можете сказать по поводу уровня команд? Улучшился, ухудшился или как-то вот... Ну, сегодня я, наверное, не без гордости могу сказать. И мы сидели, как раз смотрели игру вот этих команд с участием этих ребят. Мы сидели с моим заместителем Дмитрием Самариным и вспоминали первый сезон, как это было. И когда мы говорили про первый сезон, это был Пермский край, ну, наверное, это действительно был такой школьный баскетбол. Не больше, не меньше. Если говорить спустя пять лет о сегодняшних соревнованиях, то я бы, наверное, все-таки попытался вставить слово профессиональный школьный баскетбол. Потому что уровень команд, конечно, вырос. Конечно, вырос. Это, наверное, не дюбл, там, не МБА, там, это ребята занимаются совершенно по-другому. Но я хочу сказать, что сегодня те игры, которые идут, те ребята, которые приезжают на наши соревнования, те ребята, которые участвуют в наших соревнованиях, это уже совершенно другой класс. И честно скажу, что я горжусь, что сегодня мы достигли такого уровня. Расскажите немного о том, что нас ждет впереди. Сегодня был второй игровой день, впереди еще достаточно. Достаточно. Я думаю, что завтра будет не менее интересный день, потому что в большинстве групп определились явные фавориты, те команды, которые занимают первое место, а команды, которые займут второе место, еще не определились. И завтра почти во всех подгруппах будет так называемая закрутка. И, конечно, мы не без интереса будем наблюдать, кто же все-таки пройдет следующую верхнюю часть нашего чемпионата и примет участие уже в плей-оффе. И кто будет теоретически, и получит возможность бороться за более высокие места. 26 числа у нас состоится, наверное, больше увеселительное мероприятие. Мы очень много говорим про команды, про игроков. Но я думаю, что пришла пора посмотреть, собственно, на тренеров. Поэтому мы организовываем тут, в принципе, традиционный матч тренеров. Все тренеры, желающие, записались. Я думаю, что ребята с удовольствием придут, поболеют за своих наставников. Может быть, поподсказывают им. Я думаю, что будет интересно. 25 числа, то есть завтра, в Уфу уже начинают прибывать наши почетные гости. Приезжает олимпийский чемпион Сергей Саныч Белов, который будет проводить для ребят мастер-классы. Будет встречаться с тренерским составом. Будет проводить разные круглые столы как для участников, так и для ребят, для школьников и студентов, которые проживают и учатся в Уфе. И в 26 числа приезжает олимпийский чемпион Иван Иванович ЕД, который также подключается очень активно к нашей программе. И также будет проводить мастер-классы и общаться, встречаться с участниками нашего суперфинала. Ну и самый последний день, наверное, самый главный, 28 число, я думаю, что исполнительная дирекция достаточно серьезно подготовилась. Гляжу на Сашу и на всех остальных, достаточно серьезно все-таки подготовилась к проведению финального дня. Я думаю, что будет крутое шоу, некоторые элементы вообще в России в полноценном объеме мы покажем впервые. Поэтому будет интересно. Я думаю, что надо приходить, смотреть на шоу, на существование олимпийцев, на матч звезд, безусловно, на финалы девушек, на финалы юношей. Ну и в конце поставим точку в виде выступления группы Каста, которая, я думаю, где-то с нами на какой-то одной волне в тусике современной жизни. Здорово. Ребят, в завершении нашего сегодняшнего выпуска к вам последний вопрос. В целом, ваши ощущения от того, что вы находитесь в Уфе, находитесь на суперфинале, что нравится, что не нравится, хорошо ли живете? Пожелания. Ну, все отлично, мы хорошо разместились, потрясающее соревнование, достаточно хороший уровень. Нам абсолютно все нравится. Будете в следующем году участвовать? Да, это однозначно. Костя? Да, я с ним согласен, тоже в очень все на хорошем уровне. Ну, в следующем году, я знаю, ну, скорее всего, наши команды уже не будут часты, потому что я уже в 11 классе все, то есть все в университеты приступают. Ну, какая-нибудь команда может быть, я не знаю, ничего не могу сказать. Ну, и напоследок, друзья, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что баскетбол это действительно честная, благородная игра, я предлагаю, чтобы вы друг друга пожали руки, все поаплодировали. Волнуваемся с вами завтра, друзья, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok